Продолжение следует... 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 Их не так много больных. Чаще CD828, ещё чаще НКТ. И, конечно, это в определённой мере создаёт платформу для того, чтобы подбирать то или иное лечение. Но, как я уже сказала, почему иммунологические препараты, они все дают какие-то иммунологические нарушения. При интерфероне Альфа-2 тоже аутоиммунные реакции, но, к сожалению, эффект и наличие аутоиммунных реакций коррелируют. Если нет иммунологических нарушений у больных, то и, в общем-то, чаще эффекта нет. Это показано для многих препаратов. Это показано и для интерферона, и для интерфекина-2. И, естественно, сейчас мы увидим это с терапией препаратами чекпоинтовскими. Ну, вы извините за такое название. Это таргетные препараты. В основном мы изучали анти-CTLA-4, анти-PD-1. Мы знаем, что действительно при многих злокачественных опухолях количество регуляторных, вот именно этих CD4-25, FOC-P3 повышается. И это коррелирует с плохим прогнозом заболевания. И также мы знаем, что при аутоиммунных заболеваниях значительно снижается количество именно этой популяции. И вот это при ревматоидном артрите и так далее. Вот нарушение иммунологической аутотолерантности – это основная причина аутоиммунных заболеваний. И, конечно, когда мы воздействуем на эти процессы, мы именно ожидаем в какой-то мере развития этого активации иммунных реакций. Но вот посеместное такое воздействие обуславливает при эпилемумабе аналогов этих препаратов. А вот при PD-1, препаратах типа неволумаба, здесь всё-таки взаимодействие происходит на уровне опухоли. То есть больше происходит внутриопухолевом отружении. Поэтому, может быть, и отложнения, они в какой-то мере более узкий спектр. Но, тем не менее, что хотелось бы сказать. Вот у нас в институте была возможность исследовать эти препараты эпилемумаб в основном, но сейчас у нас есть данные по неволумабу, именно на иммунологическое. Что вот международным данным? Дело в том, что если вы смотрите, а что же происходит с клетками, когда вы вводите препарат, то оказалось, что эпилемумаб даёт уменьшение количества Т-регуляторных клеток. Я вам опять же хочу сказать, СТЛА-4 не только на Т-регуляторных, он на Т-активированных клетках. И вот это как раз одна из причин осложнений, которые развиваются у больных. Но, тем не менее, что мы видим? Внутриопухолевое содержание ТРЛ-ов падает. А в периферической траве по большинству литературных данных у нас, в общем, этого уменьшения особо не наблюдается. Механизм не совсем понятен. Но параллельно происходит уменьшение и в периферической траве, и у больных в узле происходит улучшение милоидных супрессорных клеток. Пока никто не знает, почему это происходит, но это коррелирует тоже с хорошим эффектом терапии. А вот это наши данные на другие субпопуляции, на CD8-28 верхние, это супрессорная, как мы говорили, популяция, и НТТ-клетки. И вы видите, что там, где идет эффект препарата, стабилизация процесса, там количество супрессорных клеток уменьшается. Там, где этого процесса не наблюдается, а супрессоры у всех этих больных были повышены, то эффект, в принципе, отсутствует. То есть имеется определенное воздействие на иммунологическую систему. И нам удалось посмотреть больных, мы этих больных иммунологически обследуем постоянно, которые прожили более двух лет. И здесь вы видите, что те больные, у которых идет восстановление Т-клеточного звена иммунитета, это по CD3, по CD4, и особенно хорошо это видно по CD8 клеткам. Вы видите, что те больные, которые переживают, и у них идет клинический эффект, идет восстановление и Т-клеточного звена, и самое главное, это токсической популяции. Ну, немножко снижается супрессорная, но здесь мы ее так не акцентировали, потому что, в принципе, мы уже видели, что действительно у эффективно леченных больных это снижается. Вот это лежит, нам кажется, что это очень важно знать, и я потом на этом остановлюсь, потому что побочные действия, я думаю, что клиницисты здесь скажут о побочных действиях, они чрезвычайно разные, но иммунологические нарушения у большинства больных имеются, просто зависит от степени выраженности этих нарушений. Ну, вот, и все препараты дают, и при использовании пилимумаба по предстательной железе, меланомы, неволумаб и так далее, они бывают разной степени выраженности. Вот здесь на слайде видно, что, ну, и пилимумаб в какой-то мере дает больше, если вы комбинируете, неволумаб как бы меньше, как мы говорили, где более светлое, там меньше, где более тёмное, там больше. Вот, и тем не менее у большинства больных те или иные нарушения наблюдаются. Здесь разные это самое, но я не думаю, что мне на этом стоит останавливаться, потому что клиницисты знают хорошо эти осложнения и понимают. Но есть биологические маркёры, пока что, которые исследуют, связанные с татистическими эффекторами, это такие в траве, это повышение эзенофилов, это до и после лечения, оно связано с появлением монологически обусловленных осложнений. Синтез интерлекина-17, повышение его в циркуляции ассоциировано с осложнениями со стороны пищеварительного тракта. И профиль экстрессии генов антиселия-4, повышение вот таких генов, так CD-177 и CR-1, они ассоциированы с осложнением тоже со стороны пищеварительного тракта. Это не говорит о том, что мы можем сейчас вот все эти, так сказать, предсказать эти осложнения, но по всей вероятности, может быть важно именно исследование иммунологических показателей в процессе лечения. Потому что, в принципе, мы уже сейчас многих больных можем на основании иммунологических показателей рекомендовать или не рекомендовать. Те больные, у которых имеется высокий уровень супрессоров и определенной популяции супрессоров, против которых, вы знаете, будет работать этот препарат, может быть, вот эти исследования, они помогут нам определить предиктивные, прогностические, иммунологические биомаркеры. И сейчас у нас проводятся исследования, которые я считаю чрезвычайно важными. Это внутриопухолевая инфильтрация лимфоцитов. Характерищественно, причем это делается на биопсийном материале в очень небольшом количестве, в случае методов проточной стометрии, когда мы видим метроопухолевое окружение, когда мы говорим о наличии тех или иных сопопуляций внутриопухолевого, а это очень важно, потому что для неволумаба важно, вот мы сейчас как критерий используем экспрессию на опухолевых клетках PD-1 и 2, да, и говорим, что вот в таком проценте хорошо, в таком проценте плохо. Но извините, если на Тель-клетках нет PD-1, то никакого взаимодействия происходить не будет. Поэтому мне кажется, что именно вот такое иммунологическое изучение, создание биологических маркеров, оно поможет реально оценить индивидуальное назначение иммуно-чекпоинтерских препаратов. Спасибо. Вопросы, наверное, да. Коллеги, есть вопросы? Я тогда, если можно, задам свой вопрос, потому что мы, когда проводим клинические исследования, часто все-таки, скажем, читаем о осложнениях онкоминологических препаратов. В практике они, может быть, встречаются редко, но возникает ощущение, что вот эти препараты, которые в клинических исследованиях мы тестируем, они появляются у рутинной практики потом, что врачи, которые готовы использовать препараты, они не могут быть осведомлены о тех осложнениях, потому что это тонкие механизмы развития осложнений, аутоиммунные. И, может быть, целесообразно готовить врачей, которые завтра будут работать с этими препаратами, готовить для них руководство, какой-то определенный набор знаний, потому что, мне кажется, что мы столкнемся с тем, что в ближайшее время в практике будут эти аутоиммунные заболевания развиваться, да, а там, в звене, где работа непосредственно с пациентами, готовы, не готовы. Да, но я очень поддерживаю ваше направление и хочу сказать свое мнение. Понимаете, сейчас фармкомпании имеют огромную возможность, я не останусь здесь, чекпоинтовских препаратов уже очень много и будет еще больше, потому что мы знаем им мишени на клетках любых, на ацитоксических клетках, НК-клетках и так далее, и так далее, а технология получения монотлональных антител достаточно проста, и она сейчас отработана. На рынок выбрасывается очень большое количество этих препаратов, но механизм действия большинства из препаратов недостаточно изучен. И даже если вы сейчас посмотрите литературу, до 2015 года никто не подчеркивал, что нужно очень внимательно смотреть механизм действия. Это если вы знаете, что препарат действует и может вызвать любое воздействие на иммунную систему, а он в любом случае вызовет, потому что это цепь иммунологических взаимодействий, и если вы это не проконтролируете, у вас будут тяжелейшие осложнения, будут смерть больных именно от применения препарата, который в принципе очень эффективен, очень хорош, но если мы не будем... Сейчас вот вы посмотрите литературу, 16-17 год, все стали изучать воздействие на иммунную систему этих препаратов, потому что все поняли, что нельзя препарат использовать, не понимая, что конкретно он делает у человека и у индивидула. Один человек может быть с одной картиной иммунокомпетентных клеток, другой с другой, и делая всем одинаково, без всякого контроля, мы приводим к отрицательным результатам. И этим мы можем подубить метод, потому что он действительно... Вот это применение чекпоинтовских препаратов, это индивидуальное применение, к нему надо иметь очень чёткие назначения. А действительно, вопрос об осложнениях, это надо писать, прописывать в препаратах, и предикторы надо тоже знать, чтобы знать, что у человека будет такое осложнение. У меня есть очень чекпоинтовские препараты, и это не очень чекпоинтовские препараты. И, в общем-то, имеющие уже опыт назначения этих препаратов, с трудом могу представить, как доктора, не имеющие этого опыта, и не знающие сосложнения, с которыми они столкнутся, могут их реально применить в клинике. То есть, может быть, действительно, сначала найти какие-то действительно более строгие показания к их назначению. И кто-то, я даже не знаю, может быть, какая-то определенная команда должна людей это применять и как-то людей обучать этому. Ну, я согласна. А можем мы вот в рамках нашего круглого стола сформировать рабочую группу, да, и по решению, например, такого актуального вопроса, потому что действительно эти препараты завтра появятся в рутинной практике. И действительно эти препараты могут сами себя дисквалифицировать, что ли, да, и, может быть, мы так вот эту тему сможем с вами вместе. Ну, я думаю, что вполне можно, конечно, и обсудить. А там, Анда, я думаю, это вообще не проблема, потому что во многих ведущих институтах, ну, я уже не говорю, что очень сильные химиотерапевтические команды, а иммунологические группы тоже практически во всех онкологических крупных институтах есть. И действительно такое написать, создать исследования по биомаркерам. Я вам скажу, что все исследования, которые сделаны нами, это наш энтузиазм. Ни одна из фармацевтических компаний не ставила своей задачей посмотреть, что делается с иммуносистемой. Это просто наша инициатива, мы просто сами смотрели. А, наверное, такие исследования тоже нужны. И, может быть, какие-то из этих исследований, что мы провели, несложные, можно рекомендовать, они не затратные для этих, комбинаций этих исследований, для того, чтобы просто, ну, понимать, что мы не навредим с помощью этого препарата. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если нет мишени, то и будет резистентность. Нет, нет, нет. Значит, это пока никто не изучил. Это действительно надо посмотреть, а в чем конкретно она проявляется, и что у этого больного. К сожалению, мы же не очень все это хорошо изучаем. В общем, вы простите, конечно, я аммунолог, мы просто вводим препараты и смотрим эффект, а механизм мало кто изучает. Поэтому, если не изучать механизм, вы никогда не поймете, от чего резистентность. У нас там же сильный аммунолог. Ну, самый сильный. Так вот нас поддержите, чтобы мы работали с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ